Это итоги недели. В студии Максим Кембель. Здравствуйте. А вот заголовки уходящих 7 дней. Разумный бюджет, дополнительный рейс и избирательный кодекс. Беларусь больше не будет организовывать участки для голосования за границей. В чем причина? Делок ради будущего. В Бобруйске обсудили законопроект о Всебелорусском народном собрании. Формируют конструкт будущего политической системы Беларуси. Как это было? Надежность, безопасность, профессионализм. Департаменту охраны исполнило 70. В 811 выбываем, проверяем экстренный вызов тревожной кнопки в 10.54. здание суда Бобруйского района. Кому доверяют самое ценное? Сочные корма – залог большого молока. Сельхозпредприятия страны готовятся к зиме. Здесь одновременно доится 32 коровы. Все доведено до автоматизма. Что откроют через месяц? Счастливого пути в республике отмечают День автомобилиста. Инструктор мне все объяснил, показал. Кто проедет перекресток первым? Китайская экономика, американский ужас и свобода слова. Илон Маск возглавил Твиттер, о чем заявил основатель компании Тесла и SpaceX. Александр Лукашенко поставил задачу обеспечить безопасность важных объектов на случай, если они подвергнутся кибератакам, но при этом не создавать дополнительные структуры. На совещании в Уском кругу руководитель оперативно-аналитического центра при президенте представил проект указа, который должен определить правовую основу создания национальной системы обеспечения кибербезопасности. Это поручение главы государства – защитить нужно каждый стратегический объект страны. Давайте будем исходить из того, что цели мы определены. Знаем, что такое кибервойна. По максимуму, если говорить о кибервойне. Знаем, что такое кибербезопасность. Все там в соответствующей концепции нашей национальной безопасности прописано. Дальше мы должны понимать и понимаем, на что будет направлена кибератака. Так вот, наверное, эти объекты на месте надо и защищать. Будем исходить из этого, а не создавать новое правительство, министерство или, как у нас принято, центры безопасности. Для того, чтобы наблюдать. Слушайте, что наблюдать? Нужно создавать систему безопасности на тех объектах, которые будут атакованы в случае кибервойны. Рост атак посредством компьютеров и серверов наблюдается во всем мире. Мишенью чаще всего становятся госучреждения и промышленные предприятия. Также, согласно мировой статистике, в пятерку самых атакуемых отраслей попали средства массовой информации. Рекордный экспорт, вторая пенсия и праздничный состав. Белжиден назначила более 40 поездов на ноябрь. По каким направлениям? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Беларусь больше не будет организовывать участки для голосования за границей. Причины – неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, отсутствие необходимых условий для безопасности работников загранучреждений, а также сокращение сотрудников дипломатических служб. Новшество – часть изменений в избирательный кодекс. Страна по итогам года ожидает достичь рекордного экспорта продовольствия на уровне 8 миллиардов долларов. За 9 месяцев на продажах за рубеж уже заработано свыше пяти, половина – на молочной продукции. Что касается упаковки, проблем с татропаком уже нет. Идут поставки из Китая, России и ряда европейских государств. Прорабатывается и вопрос отечественного производства. Расходы в Беларуси на социальную сферу в 2023-м вырастут более чем на 17,5%. Приоритеты – здравоохранение, образование и выплаты бюджетникам. Рост зарплаты будет зависеть от производительности труда и снижения инфляции. Ее прогноз на следующий год не более 7-8%. Более трех тысяч белорусов заключили договор о добровольной накопительной пенсии. Активнее всего работники старше 40. Отчислять страховую компанию Стравита можно от 1 до 10% заработка. Такой же взнос, но не более 3%, делает работодатель. Получать выплаты человек сможет в течение пяти или десяти лет после достижения пенсионного возраста. Белл-ЖД назначила более 40 дополнительных поездов в период ноябрьских праздников. Составы будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам. В международном сообщении в Москву, Санкт-Петербург, Смоленск. Более подробная информация на официальном сайте организации и по телефону контакт-центра 105. Важное мнение каждого. Как усовершенствовать работу Всебелорусского народного собрания? Тема номер один о диалоговых площадках по всей стране. Одна из таких прошла на заводе тракторных деталей и агрегатов. Спикерами выступили директор информационно-аналитического учреждения Круглостол демократических сил Юрий Воскресенский и аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. В центре внимания вопросы, которые волнуют каждого. Экономическая безопасность страны и пути ее дальнейшего развития, наращивание военного присутствия НАТО в Европе и обстановка на границе с Украиной. И, конечно, разъяснение нового законопроекта о формировании ВНС. Это один из тех законопроектов, который формирует конструкт будущего политической системы Беларуси. Ее попытка очередной модернизации, оптимизации. И очень важно, чтобы все, не только предприятия, но и простые граждане приняли участие в этом обсуждении. Если мы принимали дополнение изменений в Конституции сообща, народно, то и обсуждение закона о Всебелорусском народном собрании проходит как раз в таком формате обсуждения. Вот это и важно. Высший орган народовластия наделен большими полномочиями, в том числе делегаты будут участвовать в формировании программ социально-экономического развития. Подключаться к этой работе и представители гражданского общества – около 400 человек. Принять законопроекта ВНС планируют до марта 2023-го. Идеи предложения жителей будут обсуждаться до 2 ноября. Внести их можно не только в рамках диалоговой площадки, но и онлайн на правовом форуме Беларуси. Сельхозпредприятия страны готовятся к зиме. Контроль ведет прокуратура. В этом году более 5000 должностных лиц привлечены к административной, дисциплинарной и материальной ответственности. За сокрытие поддержат скота возбуждено более 360 уголовных дел. Особое внимание в молочных хозяйствах – условия содержания, заготовки кормов и процессу доения буренок. Залог высоких показателей, дисциплина и работа на перспективу. В Кировском районе об этом знают не понаслышке. Что дают современные технологии, расскажет Ольга Васенда. Молочное хозяйство Мышковичи – эталон среди агропромышленных комплексов. Ставку здесь делают на технологии. Животные в просторных, светлых помещениях чувствуют себя хорошо. Поилки с подогревом, что актуально в зимний период. Уборка проводится каждые два часа. Буренок, в прямом смысле слова, холят и лелеют. Здесь одновременно доится 32 коровы. Все доведено до автоматизма. Следят за процессом и специалисты. Если оборудование определит, что одно из животных больное, молоко поступит в другую емкость. Только в сутки 20 тонн качественного продукта. Чтобы удои увеличивались, для коров составлен грамотный рацион питания. Два раза в день употребляют смеси сеножа многолетних травянистых растений и кукурузного силоса. За кромах большие запасы, которых точно хватит не только на зиму, но и до следующего урожая. Также у нас имеется профилакторий для содержания телят от 0 до 90 дней. Профилакторий обслуживают две телятницы. По мере взросления телят создается группа и уходит на другие фермы. Домики индивидуальные очищаются, моются, дезинфицируются. Здоровые, накормленные, ухоженные буренки и в хозяйстве Нива Барсуки. Здесь больше 4 тысяч коров. Все получаемое молоко экстра-класс создается на Бобруйский филиал Бабушкиной Крынки. Фермы работают не просто в штатном режиме, а увеличивают объемы производства. Вскоре откроют цех подорачиванию телят от 3 до 9 месяцев. Мы планируем ввести на 180 голов. В принципе, здесь уже практически готовность полная. Осталось где-то подкрасить, докрасить чуть-чуть электрооборудование, обогрев паилок. И я думаю, через месяц мы его запустим. В среднем только за сутки телята набирают 950 грамм. Все благодаря сбалансированному питанию. Рацион составляют зоотехники. Он везде схожий. Но здесь внедряют еще и свекловичный жом. Соблюдение санитарных норм, дисциплина, а еще работа на перспективу. Таков здесь секрет успеха. В Кировском районе травянистыми кормами обеспечиваем. Концентраты тоже есть. Поставленные задачи Махилевским областмополкомам будут выполняться. На сегодняшний день реализация молока составляет 107-108% по району. Показатели не сбрасываем. Для дальнейшего наращивания производства продукции животноводства в районе все имеется. Содержать животных в таких же условиях и соблюдать технологии доения по силу каждому сельхозпредприятию было бы желание. При этом в случае безхозяйственности придется отвечать. Ведь готовность АПК к зимнему периоду на контроле прокуратуры. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Здравствуй, юные в сапогах. Осенняя призванная кампания вышла на финишную прямую. Отправка новобранца вооруженной силы продлится до 4 ноября. Другие формирования по 30-е. 19-го числа будущие защитники Родины примут военную присягу. Всего войска пополнят порядка 10 тысяч молодых людей. 200 пройдут службу в резерве. Среди них около 20 бобручан. Ровно в 4 утра призывники отправились в областной сборный пункт, где прошли дополнительное медообследование. Дальше воинские части. Это Гомельская, и Гродненская, и Витебская, Могилевская непосредственно. То есть все области у нас подлежат комплектованию. В зависимости от родов это внутренние войска, это органы пограничной службы, это министерство обороны. То есть все области мы комплектуем. Все, кто прошел срочную службу и в резерве, социально защищены по указу президента. Время, отданное защите Родине, засчитывается в страховой стаж. Действуют льготы при поступлении и распределении. Для членов семей военнослужащих сохраняются места в общежитиях. Садатский хлеб не бывает легким. Но тот, кто его попробовал, может по праву называться настоящим мужчиной, который дал священную клятву. Достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Белоруссии. 70 лет на страже безопасности. Департамент охраны отмечает юбилей. Под защитой специалистов более 18 тысяч объектов. После сигнала тревожной кнопки всего полминуты на реагирование и не более семи на прибытие. Количество выездов за сутки может достигать 90. В задачу структурного подразделения МВД входит также техническая поддержка систем охраны. Для этого задействованы передовые технологии. О безупречной службе Татьяна Гурбач. В 811 выбываем, проверяем экстренный вызов тревожной кнопки. В 10.54 здание суда Бобруйского района срабатывает пост милиции. Как понял, в 811. Наряд к выезду готов. На все про все не больше семи минут. Задача взять преступника на месте или по горячим следам. Ежесуточно для несения службы в Бобруйске заступают 14 групп задержания. Защищают имущество и первыми пребывают на происшествии. Работа опасная, требует железной выдержки и полной самоотдачи. Но для многих это призвание и детская мечта. Один из таких сотрудников Андрей Адасенко. Пошел по стопам отца и о выборе жизненного пути не пожалел. Сигнал тревога. Сотрудник должен быть всегда готов, полностью экипирован. Морально стрессоустойчивость у него должна быть. Потому что каждый вызов – это как боевой вызов. В состав ведомства входят милицейские, военизированные и охранные подразделения. Комплексная работа дает отличный результат. Под пристальным вниманием череда государственных и частных объектов. В городе их более 7 тысяч. Квартиры, дома, гаражи, магазины, предприятия, офисы, школы. На 900 из них установлены кнопки экстренного вызова. Сотрудник Бобруйского отдела охраны должен обладать такими качествами, как физическая подготовка и, прежде всего, морально-психологическими качествами. Потому что во время выбытия на сигналу тревога он не знает, с чем он может встретиться. Либо это будет правонарушитель, который совершил мелкое хищение, но и не исключены те случаи, что могут выбыть они и на преступление. Сова – не случайно символ департамента. Сотрудники на страже правопорядка и днем, и ночью. В сутки Бобруйским отделам совершается от 30 до 50 выездов на срабатывание сигнализации. Из них около 10 – в случае хищения из магазинов, попытки проникновения на охраняемые объекты и противоправные действия в учебных заведениях. Для предотвращения преступлений задействованы самые современные технологии. Они помогают нести службу на высшем уровне. Технические средства контроля за выполнением функций департамента охраны – это навигационно-мониторинговая система, это цифровая радиосвязь, это системы контроля управления доступом, это на сегодняшний день передовые технологии охранной сигнализации, которые мы используем в нашей деятельности. В том числе на сегодняшний день мы используем на предприятиях передовые технологии видеонаблюдения, так называемая интеллектуальная система видеонаблюдения, охранного телевидения. Группы задержания используют автоматизированное рабочее место. Оно позволяет из автомобиля увидеть местонахождение объекта, на котором сработала сигнализация, и по навигационной системе получить кратчайший маршрут. Профессиональная подготовка – основа успешной работы сотрудников департамента. Для этого есть все необходимое – просторные лектории для проведения занятий со сторожевым составом, оснащенный спортзал и интерактивный тир. Здесь отрабатываются реальные боевые задачи, вплоть до случаев освобождения заложников. Макет пистолета Макарова, как и оригинал, весит около килограмма. Стрелок должен занять правильную позицию, свести мушку с целиком и приступить к выполнению упражнения. Незаменимые помощники сотрудников департамента охраны – служебные собаки. В городском питомнике их 22. Здесь же три щенка. Чтобы стать настоящими милицейскими напарниками, Лаки, Люк и Лия с трех месяцев проходят специальную школу подготовки. Примерно к году они станут полноценными четвероногими бойцами. Основная работа – это работа собаки по запаховому следу. Также, если мы приехали на охраняемый объект, и преступник, правонарушитель находится внутри объекта, спрятался, мы используем собаку на обыск местности, обыск помещения. Когда конкретно преступник отказывается выполнить закон о требовании работника милиции, угрожает жизни и здоровью сотрудника милиции, мы применяем собаку на задержание. Свой 70-летний юбилей Департамент охраны отмечает 29 октября. Это не просто круглая дата, а целая история людей, которые верой и правдой служат своему делу и упорным трудом обеспечивают наш спокойный сон. За 7 десятилетий сменились поколения сотрудников. Не раз обновлялось материально-техническое обеспечение, совершенствовала законодательная база. Но неизменными остались принципы ведомства – надежность, безопасность, профессионализм. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. Пора обживаться. Президент подписал пятый указ о выдаче белорусского гражданства. В списке 355 выходцев из государств СНГ, Турции, Сирии и Йемена. Среди них и 205 украинцев. Все уже с начала года гражданами нашей страны стали почти 6800 человек. Половина по указу главы государства. Тем временем органы внутренних дел продолжают получать большое количество порошений от иностранцев. Происходит оперативное рассмотрение и подготовка соответствующих материалов и представление их на рассмотрение и утверждение компетентным органам нашей страны. Выполнение поручения президента по данному вопросу продолжается. Все, кто получает белорусское гражданство, без проблем становятся частью нашей страны. Трудоустраиваются, налаживают быт. Напомним, упрощено также получение разрешения на постоянное проживание. Касается это тех, кто имеет корни в республике или этнических белорусов, которые проживают в приграничных государствах. Их ходатайство рассматривается в ускоренном порядке до 30 дней. Беларусь отмечает День автомобилиста. За последние годы сделано много в развитии дорожного хозяйства. Благодаря труду проектировщиков и строителей, магистрали стали одной из визитных карточек страны. Значительных успехов удалось дотичь и в транспортном секторе, собственной легковушке и производства электрокаров. Нам есть чем гордиться. В республике почти 87 тысяч километров дорог. Плотность одна из самых высоких в СНГ. А личный железный конь есть у каждого третьего белоруса. За подготовку водителей отвечает автошкола. Среди них и Бобруиск успех авто. По помехе справа Карина Гуревич. Татьяна чувствует себя комфортно за рулем большой машины. Хоть и водит грузовик всего пару недель. Права на легковушку получила еще 9 лет назад. Затем отучилась на мотоцикл и вот пришла за категорией С в Бобруиск успех авто. Девушка уверена, хороший водитель может быть любого пола. Главное ответственно вести себя на дороге. Инструктор мне все объяснил, показал, на что обращать внимание. И у меня буквально со второго-третьего занятия начало получаться. Я здесь училась на категорию А летом совсем недавно. Мне очень понравились здесь инструктора. Доброжелательные люди, улыбчивые. Всегда поддержат, всегда покажут, расскажут. Мне очень понравились здесь отношения. И поэтому, когда пошла на С, выбор была именно на эту автошколу. Инструкторы автошколы «День автомобилиста» встречают за рулем, как и положено профессионалам. Сейчас популярность набирает переподготовка на категорию С. Среди выпускников свыше 270 человек. Обучение займет всего полтора месяца, а обойдется в 550 рублей. Сесть дороги грузовика можно только после получения категории В. Первый урок начинается с изучения устройства автомобиля. Нужно привыкнуть к коробке передач, педалям и приборам. Самое сложное здесь – прочувствовать габариты. Поможет в этом практика и опытные. Бобруйск «Успехавто» обучает на все категории, кроме «Д». За «ЦЕ» придется заплатить 600 рублей. За «А» – 250. За самое популярное направление – легковое авто. Нужно отдать 700. Оплачивать можно частями. Срок обучения – до 3,5 месяцев. Теорию изучают в просторном классе на Минской – 21. Мы с обучаемыми рассматриваем многие вопросы, в том числе на каких-то жизненных примерах. Так как, в принципе, у меня опыт работы с автотранспортом довольно большой, есть чем поделиться. Перед экзаменом в автошколе мы всегда проводим собрания с учащимися. Объясняем, какие документы необходимо собрать, какие будут дальнейшие действия. Чтобы записаться в автошколу, понадобится паспорт или вид на жительство, медсправка и два фото. Первый взнос нужно внести до начала занятий. Сделать это можно как наличными, так и через «ЕРИП». На все вопросы ответят специалисты «Бобруйск.Успех.Авто». У нас есть сайт, соответствующий «Успех.Авто». То есть можно зайти там, сделать заявочку. К нам на почту придет письмо и в течение нескольких часов, если это с утра была заявка, то мы перезваниваем автоматически. Если это вечером, то на утром, на следующий день мы перезваниваем, бухгалтер перезванивает и уже берет данные курсанта будущего и вносит в предварительность. Чтобы стать настоящим асом на дороге, нужно много практики. Однако без знаний, теории и опытного инструктора добиться необходимого результата практически невозможно. Педагоги «Бобруйск.Успех.Авто» готовы предоставить качественную базу, а все остальное зависит от ученика. А уже после обучения можно без сомнений отмечать день автомобилиста. Карина Буревич, Станислав Чичерин. Итоги недели. Неблагоприятный прогноз, общественный лидер и шокирующая новость. В США новый случай стрельбы в школе. Сколько погибших? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Официальные показатели роста ВВП Китая оказались немного лучше прогнозов, но этот год станет одним из худших для национальной экономики за десятилетия. Согласно официальному докладу Главного статистического управления КНР, за первые три квартала экономика страны выросла на 3%. По итогам года правительство ожидало увеличения ВВП на 5,5%, что почти на треть меньше показателей прошлого года. В США новый случай стрельбы в школе. Вооруженный бывший ученик ворвался в среднюю школу в Сент-Луисе, где убил учителя, девочку-подростка и ранил еще шестерых, после чего был ликвидирован полицией. Свидетели отмечают, большого количества жертв удалось избежать из-за того, что в какой-то момент оружие стрелка заклинило. Нападавшим оказался 19-летний выпускник Орландо Харрис. Его мотивы выясняются. Илон Маск возглавил Твиттер. Прежнее руководство покинуло штаб-квартиру в Сан-Франциско. Сам основатель компании Tesla и SpaceX заявил, что пересмотрит политику модерации контента. Свободы слова станет больше. При этом ранее американский миллиардер заверял, Твиттер не станет территорией вседосболенности, а будет дружелюбной платформой, где каждый сможет найти то, что ему нужно. Джорджа Мелони стала первой женщиной-премьер-министром Италии. Лидеру 45. Несмотря на молодой возраст, у нее за плечами многолетняя политическая карьера. Начинала ее в итальянском общественном движении, уже не существующей не фашистской организации. Занимала пост министра по делам молодежи и участвовала в выборах мэра Рима. Основав свою партию, Мелония активно выступала против правительства Марио Драги. Около 1200 овец и 200 коз прошли по городским улицам Мадрида в рамках ежегодного перегона на зимнее пастбище. Фестиваль проходит с 1994-го, когда суд признал за пастухами право на проход по центру столицы. Тогда акция проходила в знак протеста против ущемления прав животноводов. Теперь фестиваль – одна из традиций и напоминание о значении сельского хозяйства в жизни страны. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты «Вобрусь-360» и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»